Дорогие друзья, сегодня 22 февраля, 22 год, и сегодня пришло радостное известие на мой канал, оповещение, что мой канал достиг рубежа 22 тысячи подписчиков. Вот такая вот магия, цифры, и у меня появилось немножко свободного времени, я решил, как говорится, вернуться на свою историческую родину, а именно вот в крепость, где я родился, и жил первые пять лет, вот, я подхожу к своему дому, и вот смотрите, пожалуйста, вот это мастерская моего знакомого, художника Али Шамси, если будете в Баку, обязательно сюда заходите, посмотрите, сейчас Моша тоже зайду, посмотрю. Поснимаю. Короче, переключаю камеру на обычный режим, чтобы моё фейс меньше видели, а больше видели всё остальное. К сожалению, войти внутрь не удалось, там пока закрыто, ещё рано, только 3 часа утра. Гуляя по крепости, надо внимательно обращать на эти всякие вот символику. Интересно. Старые дома, очень старые. Старые крепостные стены, и вот, видите, везде, где такое возможно, сделали небольшие ресторанчики. То есть крепость превратилась в какой-то вот торгово-развлекательный центр. С одной стороны, конечно, это хорошо туристам ездить и поесть. Но цены, цены здесь, скажу, скажу, будете в Баку, если цены здесь очень высокие по сравнению, скажем, с другими местами. Это место должно быть знакомо зрителям, кто видел фильм «Бриллианты в руках». Я думаю, что мало людей, которые в большом СССР не видели фильм. И вот здесь вот момент, когда они потерялись, этот Семён Семёнович и Геша. И он бегал, Семён Семёнович, бегал с Калгеши, он здесь вот выходит с этой, с этой, с этой, с этой лестницы, да, как бы. Здесь вот шёл Семён Семёнович, и вот здесь шла женщина в паранже, и он к ней подходит, гражданочка, и она от него шарахается. Вот было вот на этом месте, башня не видна. Ну и дальше он пошёл туда вниз по этой улице, и место, где он падал, это самое известное место, конечно, оно чуть ниже, гораздо ниже, потом мы до него дойдём чуть позже. Такая символика современная, эти башни, телевизионная вышка, там даже видны эти минореты возле Шахидя Архиабана, которые стоят в этой мечети. И вот это старая крепостная стена. Ну и здесь вот расположено посольство, в частности посольство Италии, в этом доме. А вот в этом доме там жили мои родственники, то есть мы все крепостные, мы жили все на одном пятачке. Сейчас мы подойдём к месту, где я когда-то жил, я уже его показывал, но сегодня особый случай. До ворота вход в крепость, и когда я учился в школе, в 134-й мы оттуда заходили, шли к бабушке. В то время я уже жил на Монтино, но вот учился в 134-й школе, тут прямо отсюда выход в школе, метробок совет, бывшая часть Итерича Гер. Ну это площадка, здесь сейчас солнце плохо бьёт, поэтому памятник, памятник к этому Али Ахиабахиду. И вот так вот шли, здесь была только лесенка, здесь росло дерево большое, и значит там было дупло, и там были слезняки, я помню, в своё время. Маленький был, я смотрел сегодня, а вот на доме там жила какая-то бабушка русская, всё время нас гоняла. Когда будете в Баку, советую посетить музей книги миниатюрной книги. У меня есть репортаж, я сейчас снимал на канале, можете посмотреть. А вот это место, вот уже вот здесь начинается, здесь проходили съёмки фильма «Человек-амфибия». Там был момент, когда он прыгал с крыши на крышу, лазал по винограднику, этот виноградник был где-то вот на этой стенке, там здесь было здание, а потом он прыгал. Вот на этом месте, прямо вот здесь был ход, и вот эти ёлки наш, дом стоял. И вот мы здесь жили, я глаза свои открыл, первый год в жизни видел, не наряд, эту дверь, эти ворота и всё остальное. Я помню, сюда выходил мой один, и он пелозан, а на крыше жил аист, аист. Это даже такое время было, то ли аист, то ли кто-то, в общем, там большая птица была, нам не наряд. Видите, это было, знаете, с 62 по 67 год мы жили здесь. Ну, конечно, я помню, не начиная с 62 года, чуть позже, но помню хорошо. У нас была там такая большая крыша, мы бегали, даже можно было кататься на маленьком велосипедике. То есть крыша первого этажа, мы жили на втором, но крыша первого этажа была нам доступна, она была плоская. Там даже у нас рос виноградник, а вот здесь у нас был курятник. Снова вышли к этой площади, к воротам, к воротам, к скверику. Памятник Олеге Вахиду, это наш известный механщик, певец Механы, поэт Механы. Вот есть Чайхана, я там снимал недавно репортаж, когда, годик-два назад, снимал там репортаж. Просто мавары, все есть на канале. Вот баня, этот ее, не знаю, что это такое. Место, если будете здесь, вы не пропустите, это на спуске, значит, по этой дороге к месту, где... И вот баня, видите? Работают как баня или просто как музей, я не знаю. Вася, привет! Скажи мяу, скажи мяу, мяу, мяу. Нет, не скажешь? Ну ладно. И вот мы подходим к месту, где вот это, видите, да? Аптека Чаканук. На самом деле, там нет никакой аптеки, никогда не было. Снимали такую здесь уличную сцену, а помещение, аптеки снимали вообще даже не в Баку, а в Риге. В Риге. Это место здесь. Зайдем посмотрим, как с вами интересно. Наверное, все уже заходили, все туристико-маги, кто так мог. Но мы тоже зайдем. Хотя я здесь тоже бывал. Видите, здесь никакой бани, ничего нет. Просто вот дворик. Так что здесь никакой аптеки никогда в жизни не было. Идем дальше. Черт побери. Тигель-тигель, ай-лю-лю. Вот это на этом месте прямо и было. Там есть особенность такая, будет смотреть фильм, когда падает этот Семенов Семенович, у него бацинки в кадре обувь коричневого цвета, а у него было черное на самом деле, потому что он не мог упасть, как полагалось. И вместо него падал Каневский. Главное, здесь хорошая в них тутовка. Знаете, такое самогон, тутовка называется. Одну рюмочку такую пьешь, маленькую, голову сносят только так. И вкусная, приятная. И никакой трючки. И правда, очень быстро отпускает. Вот мы сидели с товарищем, он нам налил пару рюмочек, вот такие рюмочки маленькие, там, 50 грамм, даже, может, меньше. Мы их приняли и поплыли. А потом быстро сюда пришли. Такая особенность этого напитка. Три года назад я проводил видеоопрос по поводу Дня Валентина. Недавно я все это поделился. И в этом эстеранчике я тоже брал интервью одного парня. Здесь сидел парень, играл на таре. Я вот это снял. Воспоминания трехлетней давности. Много магазинов, сувениров. Здесь хорошая лавочка есть. Не знаю, сейчас закрыта, наверное. Да, тоже старина. Это такой портал какой-то. И вот лавка, мечеть. В общем, здесь много ресторанов, крепостей, отелей и всяких сувенирных лавочек. И вот эта мечеть. Я сразу заходил пару раз. Здесь даже, вроде бы, как бы уступальница, якобы. Кто-то узнает на арабском. Пожалуйста, переведите. Какой вид. Современный этот штык торчит. И вот старинный. Старый. Ну, конечно, уже обновленный. Здесь не все старое. Много уже реставрированное. И потерял свой такой оригинальный вид, конечно. Ну, что опасно? Он не может садиться на дедра. Я не могу садиться, чтобы я не могу садиться. Я не могу садиться. Я не могу садиться. Слава. Девичий башня, Гвизголосы. И возле нее основание Харавансарай. И вот на этом месте, сейчас мы подойдем, была построена в свое время, в царские времена, часовня Варфоломея. Мученика. То есть, я снимал здесь годика три назад даже репортаж. Православные проводят здесь обряд. День памяти этого Варфоломеря. Вот на этом месте была построена царская времена в конце 19 века. Я сейчас не помню точную дату, я вам и напишу в описании потом. Дам информацию. Вот на этом месте была часовня. И потом она была разрушена уже в советское время, в 1936 году. Вот видите, да? Здесь ходут святые дни памяти великомученику, святому Варфоломею. На канале у меня есть видео, я уже сказал, большое видео, как проходит эта литургия. Или молебен, как правильно сказать, не знаю. Вообще, вы поняли меня. Здесь тоже, и прямо здесь вот лавочка. Я там снимал репортаж в свое время. Здесь, если еще там покопать, еще что-то можно будет найти. Видите, все это в старинной. Если углубиться, то, наверное, еще можно что-то откопать. Святое место для православных считается очень таким почитаемым местом. И вот там карман сарай. Тоже я помню, когда я был маленький, то есть я сам не видел, но его открыли примерно вот где-то в конце, наверное, 60-х годов откопали. Насколько я помню. К сожалению, во время Сталина все разрушили. Это была часовня, часовня, часовня святого Варфоломея. Вот девичий барашний объявил. Да, великомученик, великомученик. Мы тоже пострадали, хоть он и наш старец, но этот церковь, Кирка, спасла других церквей. Каким образом? Я видела она на улице. Пожалуйста, я слушаю вас. Вы ее не видели здесь. Она находится на улице, на улице, спасла Майя. Я ее видела. Я вчера шла и увидела. Знаешь, таким образом, был убит товарищ Киров. Да. А он уже построил памятник. А в то время мастерских не было. И был еврей такой скульптор был. Сапсая. Он предложил, что дайте мне лютеранскую чирку хотя бы использовать как мастерскую. Где его в Сапсе поставить, где Олеся Айтман находился в своем времени. И тогда вот его использовали как мастерскую. И после этого пришла идея не ломать божественные дома, а использовать для нуждания народа. Слава Богу, по умению. И поэтому такая фраза есть. Слава товарищу Кирову. Нет. Слава памятнику товарищу Кирову, что все остальные божественные дома были спасены. Как вас зовут? Ахмед. Ахмед Малин, большое спасибо. Я отнесла про Кирову. Хоть я и сам бакинец, где жадут. Я блютайна, поэтому... Да, спасибо. Вы экскурсовод? Да. Можете сказать свои данные, телефон или дать визитку, я их в своем видео публикую. Пожалуйста. Я тоже блогер, меня зовут Михаил Алискеров. Ага, очень приятно. Можете найти мой канал, мое видео. Тебе сплели здоровья веков в слизистском современности. И Каспий спит у ног твоих в трене безминтежности. Звезда Востока. Ты не раз любимый музыкал, поэт, в Баку, ты сказка. Ты мечта. Ты город любви, добра и света. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Еще пару слов для моего фото. Хорошо. Стихами? Да. Отлично. Спасибо. У вас есть ватсап на этом номере? Я скину вам ссылочку на это видео. Спасибо. Спасибо. Вот на этом месте, видите цветы? Вот на этом месте состоялась мечеть, как его, часовня, которая говорила Ахмед Малим только что. Часовня Святого Варфоломея. Это и каждый день или не проводило? Нет, нет. В расчетах июня, каждый день, каждый год. Этот день считается именно... 28 мая? В расчетах июня. День памяти Варфоломея. И у нас здесь проводят торжественный молебен. Но на самом деле история в другом месте. Да, может быть. История о многом умалчивает. Спасибо, много, спасибо. Я просто это хорошо знаю. Это тайна. Просто я тайна не рассказываю всем. Кто любит, им рассказывают. Спасибо большое. Удачи. Как вас зовут? Ахмед. Нет. А я Ольга. Ольга из Новороссийска. Да. Спасибо. Удачи. До свидания. Такое небольшое приятное дополнение к моему видео. Вот Ахмед Малим доставил мне свою визиточку. Значит, там номера, все. Я оставлю их в описании. Если будет желание когда поедете в Баку, можете позвонить по этому номеру заранее, договориться с Ахмедом Малимовым. Он вам устроит, надеюсь, интересную экскурсию. Скажет много интересного, много тайн, о которых история умалчивает. Ну, история это такая наука с непосказуемым прошлым. И, кстати говоря, не только наше прошлое, но и настоящее, и главное будущее. Поэтому то, что было в прошлом, мы, конечно, должны знать, но особенно на этом зацикливаться нам не стоит, потому что там уже ничего не не изменишь. Главное сделать так, чтобы наше настоящее было хорошим будущим для наших потомков. Стараться жить так, чтобы потом наши потомки сказали, что вот так наши отцы-деды оставили вам хорошее наследство, наследие и все остальное. Потому что современность она, современность очень сложная. Сами понимаете, сколько у нас в наше время всяких этих воин, вот, и конфликтов и всего прочего. 22 февраля, 22 год. Меня зовут Николай Лискеров. Идем дальше. Вот мы вышли к Гошадала. Это нижний выезд с ворот, это будет нижний выезд с крепости. Двойная Гошадала, двойная башня. Сейчас еще подойдем к месту, где снимали сценку из фильма с этой женщиной Ай-Йохана Бадун, Томас Кара-Набаль, Тигель-Тигель, потом. Хороший отель, шахмалаз, где жили мои туристы, которые приезжали из Москвы года три назад, или четыре уже в этом отеле останавливались. У меня есть видео с их участием, интервью на канале. То есть, вот так. Если зайти со стороны Гошадала, первый поворот направо, идите чуть-чуть вперед, и это тому месту, где вот все были в этот момент с женщиной легкого такого поведения с низкой социальной ответственностью. Вау! Не, я думал, литые пустые. Я сал. Вот. И, как я уже говорил, здесь один из-за штих ресторанов, то есть торгово-развлекательный Вот это, видите, вот этот кусок башни, да? Вот это уличка. Вот. До тех, край этого дома, двухэтажного, именно здесь снималось это место, где женщина усиленно приглашала гостей себе на огонек. Там, Айохан Абатон, Томаскаруна Маль, Тика Танчанта Пагорелла, все такое там. И в конце была фраза Ахмах патрона. Кто знает значение слова Ахмах. Вот. Дверь переделали, и она была недавно совсем такая железная. Обычная такая. А сейчас ее снова сделали под старину. Конечно, не та, которая была в те времена, уже несколько сезонов. Ее делали вот так вот. Будете смотреть, вот сюда шли туристы. здесь вот этот отстал Семен Семенович и она его стала увлекать. А потом они пошли в ту сторону. Вот так. Друзья, время поджимает, и так видите, наверное, длинная получилась, такое вот юбилейное, в связи с количеством подписчиков. 22 число, 22 год, у вас 2000 подписчиков. Некое символе присутствует. Что я хочу попросить. Вы можете помочь развитию моего канала, если будете ставить лайки, писать комментарии и делиться своими видами, моими видео на соцсетях, засылая ссылку, не снимая, не копируя, то есть воруя, да, образно говоря. А вот просто поделиться, есть такая опция поделиться. Это все очень просто делается. И еще возможность, просьба такая смотреть рекламу, просматривать все-таки. Помните о том, что просмотр рекламы на моем канале это ваша плата за возможность смотреть мои видео и не тратить денег. Вот такой каламбур. Все в этом мире стоит денег. Я тратил очень много времени на свои видео. Доход от рекламы от видео просмотров очень мизерный, даже смешно говорить, не хватает даже на коммуналку. Если кто думает, что ютуберы зарабатывают миллионы, ни хрена не делают, и только кайфуют. Ошибаетесь. То, что мне дают ютуб, мне не хватает даже то, чтобы оплатить коммуналку. Но тем не менее, я продолжаю снимать. Сложно находить сюжеты для новых видео. Честно говоря, очень много сейчас молодых ютуберов снимают хорошие ролики замечательные про Баку, прогулки, все. И я этому очень рад, потому что я всегда говорил, что в плане съемок Баку у меня не могут быть конкурентов, а только могут быть соратники. и поэтому каждый делает как умеет, указывает свой стиль, свой подход, свое видение. Самое главное в ваших руках, ваши лайки, ваши комментарии, ваши добрые пожелания, подписка на канал. Еще один момент. Вот помните фильм Человек-Амфибия? Там, когда он убегал, этот ихтиандр убегал от полиции, залез в цистерну с водой. Вот на этом месте было. Сейчас я вам покажу более с этого ракурса. Где-то вот здесь он залез в эту цистерну, и от него уже не смогли поймать. Вот здесь. Меджикал.